В конце лета мы с Вовкой решили стать настоящими морскими волками. А для этого что нужно? Настоящий морской поход, желательно кругосветный. А еще съесть пуд соли и пролить ведро пота. Ну и сундук с сокровищами, конечно, и чтобы шторм был, и чтобы сандалии вымокли. Иначе никак, иначе не взаправду. В общем, решили и дело пошло. Плод на нашем пруду мы быстро построили, и название для него придумали самое что ни на есть пиратское – нырок. А вот капитаном решили быть по очереди, но все-таки я первый. Вовка говорит, раз ты капитан, тебе и подзорную трубу искать. Я говорю, зачем труба? Обойдемся и так. А Вовка рассмеялся и говорит, как же мы без трубы капитана от матроса отмечать будем. Я говорю, голова ты, Вовка, такая пустяковина, а я бы не додумался. Без трубы-то и правда никак. Вовка говорит, ага, один капитан хорошо, а два лучше. Я говорю, а ведь у моего Ваньки как раз бинокль имеется, настоящий морской. Лучше всякой подзорной трубы будет, нужно только попросить. Вовка говорит, заметана, а я, как второй капитан и правая рука первого, попрошу у деда фуражку. До провизии запасусь. И мы разошлись по домам. Мой Ванька ничего не подозревал. Он с папой по телевизору футбол смотрел. Я тоже к ним на диван присел. Но футбол я не люблю смотреть, мне в него играть больше нравится. Поэтому я решил не мешать им, а сразу к делу перейти. Пододвинулся к Ваньке и говорю, Вань, а Вань, да не твой бинокль, я гулять пойду. А он отвечает, еще чего не дам. Я говорю, ну Вань, я же не просто так, мне для дела нужно. А Ванька отвечает, ты в прошлый раз точно так же говорил. А я, да это когда было? Там для науки. А сейчас совсем другое дело. Что это за наука такая, что ты весь мой бинокль в черники извозил? Спросил Ванька. А я говорю, я же тогда варенье изучал. А сейчас мы с Вовкой решили стать морскими волками, настоящими, понимаешь? У нас и плот на пруду построен, и фуражка есть, а бинокля нет. А он свое твердит, не дам. В это время по телевизору начал говорить комментатор. Дроздов отобрал мяч, проходит вперед. Обходит по правому флангу одного защитника, второго, игра обостряется. И папа нам с Ванькой как крикнет. Мишка, не мешай мяч смотреть. Ванька, дай ему бинокль. Я говорю, ага, отдавай бинокль. А Ванька, не видать тебе бинокля, как своих ушей. Тут по телевизору комментатор тоже кричать начал. Дроздов делает пас Карпову. Карп навешивает на ворота. Внимание, опасный момент. А я кричу, жадина ты, Ванька, жадина говядина. А Ванька кричит, а вы с Вовкой без моего бинокля никакие не морские, не волки, а самые обыкновенные, пресноводные зайцы. Тут я не сдержался и как заору во все горло. Ах, так, и как нападам Ваньке. А он мне сдачу, а я ему еще сильнее. А комментатор по телевизору уже громче меня и Ваньки орет. Сергей Хохлов бьет по воротам. Гол, гол. А мы с Ванькой уже на полу валяемся и мутузим друг друга. Я рычу, он кряхтит, а папа кричит. Нет, так жить нельзя. Наташ, приготовь мне ремень подлиннее да потверже. Папин длинный ремень услышали, сразу же драться перестали. Я думаю, ладно, за пресноводных зайцев я с Ванькой позже расквитаюсь. Только мама не стала ремень готовить. У нее для нас обед был готов. И она сказала, дорогой, не нужно так расстраиваться. Это всего лишь футбол. Посмотрите, какие у нас прекрасные и любящие дети. И когда мы поднялись с пола, она добавила, всем мыть руки и за стул. А папа сказал, война войной, а обед с 12 до часу. И мы пошли обедать, потому что есть мы все любим. Вовке я сказал, что Ванькин бинокль нам не годится. Больно уж модель неподходящая, сухопутная. Зато у меня появилась мыслишка, как нам сделать пиратский флаг. Нужно было только черную ткань раздобыть. Бинокль это что? Бинокль чепуха. Можно и без него. А вот без флага никак. Все ребята засмеют. Да что там ребята? Рыбы и те от смеха животики надорвут. На следующий день я заглянул в шкаф с одеждой. Большой такой шкаф. У мамы с папой в комнате стоял. Решил узнать, нет ли там чего-нибудь пиратского. И не поверите, там много всего оказалось. На любой вкус и цвет. Но мне только черное нужно было. И я первым делом папин галстук взял, да мамину юбку. Галстук я для повязки на глаз припас. А из маминой юбки решил флаг смастерить. Я эту юбку на полу разложил. Затем очень аккуратно разрезал ножницами пополам. Отстриг лишней штуковиной. Получилось не очень ровно. Но для пиратского флага нормально сойдет. Потом я на обычной газете нарисовал кости с черепом. Выстриг их и приклеил на мой флаг. Флаг получился очень красивый и большой, только от клея мокрый. И я его до вечера оставил на полу подсушиться. А вечером, когда мама с папой с работы пришли, я им кричу. Мам, пап, глядите, какой у меня флаг получился. Настоящий, пиратский, закачаешься просто. Папа, когда в комнату зашел, сказал, Ого, не то слово, закачаешься. Сейчас тут шторм будет. А когда мама мой флаг увидела, она и правда закачалась. Потом она на кровать села, мой флаг в руки взяла и сказала, Все, не могу больше, сил моих нет. Уезжаю на курорт на месяц. Нет, на два. А вы не скучайте тут. А папа сказал, дорогая, но не расстраивайся ты так. Это же просто дети. Я обещаю, мы купим тебе новую юбку. Нет, если хочешь, то две. Только не уезжай. А я подбежал к маме, обнял ее и тоже сказал, Не уезжай, мамочка, я больше так не буду. И с Ванькой драться не буду. И в море мы с Вовкой не пойдем. Честное слово. А Ванька все слышал. Он тихонечко подошел с другой стороны. И так же, как я, обнял маму. А потом добавил, Не уезжай, мам, мы тебя очень-очень любим. Я и в школу вовремя вставать буду, И в комнате прибираться. А еще свой бинокль Мишке отдам. Я совсем отдам. Вот увидишь. Только не уезжай, мам. И мама согласилась. Она тоже нас обняла и сказала, Хорошо, остаюсь. Но если еще хоть одна провинность, Покупаю билет на самолет без всяких обратно. И мы все очень обрадовались, Что мама никуда от нас не летит. А папа сказал, Нет, ты посмотри, Все-таки какие у нас прекрасные и любящие дети. На следующий день я рассказал Вовке Про то, как мы с Ванькой повсторили, А потом помирились. И про мамину юбку тоже рассказал. И мы так решили. Ну их, этих морских волков, Одни неприятности с ними. Лучше мы в Алибабу и сорок разбойников играть будем. К тому же флаг и бинокль у нас теперь есть. Осталось только пистолеты с пистонами раздобыть И немного пороха. Пистолеты с пистолеты с пистолами раздобыть И субтитры раздобыть И субтитры раздобыть